Друзья, привет! Это Зинаш. Покатаемся? Время сейчас без 10.11. Короче, пятница. Не буду говорить число. Блин, ну на пенсии, друзья, сидишь. Никакое число, оно никуда на работу не нужно, нигде не пишешь. Позавчера сказала пятая, оказывается, четвертая была. В город поехали. Друзья, без обид не буду говорить, зачем я поехала, потому что, как говорю, потом не срастается. По делам, короче. Ну, урюк. Друзья, еще раз с Новым годом всех, кого не видела, кто новые люди пришли на канал, кто смотрят. Кто не смотрит, кто доволен, кто недоволен. Сегодня утром Зашла опять в свои видосики. Думаю, комментарии посмотреть. Потому что люди, когда пишут, я, например, такая. Кому-то написал комментарий, потом заглядываю раз за разом. Ответили мне, не ответили, ответили, не ответили. С бассейна возвращалась, помните, позавчера. Позавчера, по-моему. Я еще до этого по делам ездила, утром как выехала, чай попила, потом по делам, потом бассейн. Оттуда вот, ну, кто купался, вот, так сказать, в водоеме, в открытом бассейне. Знаете, жор нападает страшный. У меня вот такие конфеты в машине, вот, помадка вы есть. Таня, помадка быстро же съедается. Я одну закинула. Ну, была же в шоке, помните, про мужика рассказывал, который мне вот так кольцо показывал. Тома, сейчас доем. И все. Два новых человека написали мне. Одна девушка написала. Мне ваш канал нравится. Ну, то, что я конфету ела за рулем. Ладно, одну минуту. Целых шесть минут чавкала. Ну, я под видео, когда домой приехала, посмотрела, но я не заметила. Ну, как-то думала, это, разговаривала. А потом домой приехала, загружала, посмотрела, как раз на самом деле. Ну, ем конфет. Ну, я написала сразу, закрепила комментарии. Друзья, извините. Нет, ну, надо же было засечь еще, что я шесть минут чавкала. А сегодня я смотрю, еще одна женщина написала, что вот, можно было конфету съесть, потом включать видео. Противно. Я хочу этим двум женщинам ответить. Наверное, не знаю, они, наверное, мупанки не смотрят. Мне, например, если когда пишут, допустим, любой блогер там, мупанк, значит, жрачка будет пить экраном. Ой, много таких видео рекомендованных выходит. Там одна женщина, не знаю, откуда она, накрашена вот такая, здоровая. Постоянно она просто, просто жрет перед экраном. Селедка там, вот она обсасывает, руки вшире. Вот это все. Вот сговаривает, накрашена, губы накрашены, глаза накрашены. Там подписчиков столько у нее. Ну, я, если честно, сама не люблю ее. Я говорю, что я мупанки никогда не показывала, я показывать не буду. Ну, вот у меня два видео только. Вот одно, когда тоже с бассейна, с города ехала, по-моему, с бассейна, не помню. Но просто, понимаете, бывает невыносимо есть. Вот я в магазине купила этот рулет маковый и ела. Потому что, ну, на самом деле. Потому что, когда за рулем едешь, время свободное. Можно поболтать. Ой, остановлю, наверное, сниму и пальто. Жарко. На ходу не хочу. Сейчас. Оп. Вот. Ну, здесь с таким этим негативом, не знаю, друзья. Это вот сразу видно, что этот новый человек на канал зашел. Для них, я говорю, за подписчиками, ну, не написали, правда, отписываюсь. Одной противно, другая засекла, что шесть минут чавкаю. За рулем едешь, говорю же еще, время свободное, поболтать хорошо. А дома, ну, это люди, наверное, не знают моего семейного положения. Вот. Потому что в частном доме, сейчас зима, во дворе там такой, как таковой, работы нету. А если это про мою жизнь, дальше показываю, чем я занимаюсь. Дома начинаешь снимать видео. Мама подходит, то одно, то другое. Вот. А за рулем, я говорю же, я за рулем кайфую. И с вами разговариваю. С вами болтаю. Мне веселее с вами. Поэтому. Для этих двух женщин, говорю, женщин, девушек, чтобы не обидеть. Видели? Вот фильм «Кот Леопольд». Там, где мыши ему покоят, две мыши покоя не дают. Он им раз за разом говорит, ребята, давайте жить дружно. Я же не сидела за рулем, чтобы у меня там слюни в разные стороны не ковырялось. Пальцы во рту, там, в носу, там, еще где-то. Рот так не открывал, чтобы у меня слюни не летели. Солнышко выглянуло. Вечером такой туман был. В шесть часов вечером собакам пошла кушать дала. В шесть или где-то полно, пять часов в это время. Нормально было. Через час выхожу. Молоко. Туман. До утра. Утро встал, прям деревья, как я вчера показывал, видел. До сих пор деревья все белые, вот солнышко выглянуло. Вроде как повеселее жить стало. На кольцо приехали. Давай, 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 давай. Ну, ты хоть поворотник включи, чайник. Куда ты едешь? Я, конечно, друзья мои, прислушаюсь к вашим комментариям, к вашим советам. Ну, когда так откровенно грубят. Да ладно, проехали. Вот. Это вот должно быть так, как у всех. Ну, фильмы смотрите. В фильмах там сидят какие-то встречи, в ресторане сидят, едят, разговаривают, вы сидите, смотрите. Как у других. Ладно, короче, я расскажу вам про свою соседку, там, с орбитой. Смотрит она, не смотрит, это ее дело. Короче, я в 97-м году забеременела, с сыном замуж вышла, забеременела с сыном и хожу. Первая дочь у меня, знаете, да? 10 лет разницы у них. Второй раз замуж вышла, забеременела. И вот, во двор уходишь, и там соседка, соседнего дома, казашка тоже. Я про нее вам рассказывала. Помните, которая на казахском толком не разговаривает? Говорит, я казахскую школу закончила, мой муж на русском. Я казахше учу детей, а он о рысьше. Рассказываю вам. Вот. Если что, я в конце расскажу еще. Вот. У нее три дочери. Ну, на тот момент две дочки были. Ну, она где-то плюс-минус моя ровесница. Вот. Я с дочерью, когда ходила в положение, я ела копченое. Копченого леща принесут мне на сохранение. Не ложилась. Вот такого леща. За раз замолотила. И потом мне прилавить воды. Соленые огурцы, соленые помидоры. Вот такое все. И один раз рыбу ем. На ХБК лежал в третьем родуме на сохранение. Со мной женщина лежала молодая. На телевидении работала. Двухместная. И мне принести вот этого леща. Я ей говорю, будешь? А сама про себя думала. Хоть бы она не захотела. Хоть бы не захотела. Чтоб мне больше досталось. Холодного копчения лещ. Она говорит, ой, нет. Я такая. О, экология. Бомбит. Нас не поймают. Нас не поймают. Сижу, ты ем этого леща уже. Доедаю. Тут заходят меня вела. Нашу палату вела заведующая. Это патологии. Она заходит. А у меня уже срок приличный был. Уже такой. Живот такой большой был. Она заходит. Она как увидела, что я сижу на кровати. В газету завернули мне полотенце. Газету расстелила. Сижу, ем. Руки все жирные. Фейс весь. Род весь жирный. Ну, как беременные едят. До дурнины. Она заходит. И у нее аж... Она обход пришла. У нее прям аж челюсть свело. Она говорит, что это что такое? Это мы что едим? Она говорит, ну-ка убирай быстро. А вы видели, как вот щенятам, котятам, когда кусок мяса дают, потом забирают. Щеняты рычат. И котяты рычат. Некоторые. Схватятся. И вот она газету хотела убрать. Говорит, ну это что такое? Я схватила. И она забирает. Я на ходу эту ем. Кусок вырвала. Хвост рыбы остался. И вот до трясучки. Ну, она уже в возрасте женщина была. Я тогда молодая же была. Сколько мне? Это я с дочерью была. 25 лет. Это где-то 24. Вот так вот было. 24-25 год. И она рассмеялась. Я говорю, ну, хочется мне. Она говорит, нельзя так много есть соленого, копченого. Ну, хорошо. По-моему, через день или на следующий день она приходит. Заведующая приносит мне трехлитровую банку огурцов. Трехлитровую банку помидор. Сейчас я на ту ползу бегу. На, Горг, ешь. Только сразу все не ешь. Друзья мои. Это нужно было. Вот там вот чавка не было. Вот там как свинту съела. Потому что помидоры прямо со шкурки. Я с кожуркой не ем. Ни у свежих, ни у этих, ни у маринованных. С кожуркой. Огурец, здесь помидор. Огурец, помидор. Она, по-моему, на следующее утро пришла. Я банки помыла и отдаю. Она говорит, ты съела все две банки? Она давала, чтобы отеков не было. Она умна. Посмотрела анализы. Все нормально было. Вот. С дочерью так. Молочная с дочерью вообще просто непереносимость была. Творог, молоко, кефир. Вот такое вообще не могла есть. А, еще с дочерью, когда беременная, только забеременела. В горном гиганте жили. Ну, не помню, уже месяц или два было. До этого я говорю, пока милиция не пришла, пока я не испортилась там. Я вообще в рот не спиртной не брала. А тут перед баней, говорила же в последних видео, там в субботу, в воскресенье приезжали диверя, заловка с мужем. И в баню у нас мылись в крови. И вот они перед баней, там на Хаджимукана и Фурманово, ой, да, Фурманово-Хаджимукана, там бы на углу была, кто знает, пивнушка была. И в советское время туда пивнушку ходили только с трехлитровыми банками, с бетончиками. И муж приходит летом. Ну, летом, да. Заходит домой, заходит домой во дворе, и в руках держит трехлитровую банку. Пиво холодное, на улице жарко, и банка такая запотевшая. Я говорю, дай пиво. Говорит, ты же не пьешь. Ну, видимо, у меня такое выражение лица было, что такое. А свекор говорит, дай, дай, открой. Он говорит, пошли домой, я тебе налью в кружку. Я говорю, нет, я вот именно с банки хочу. Он, ты че как дикарь, говорит, да на улице там соседи все. Или на улице это было. Светлана меня посмотрела, говорит, дай сюда. Открыл бы крышку, пластмассовую такую, мягкую. Там пена такая. Я глоток сделала, не столько пиво, сколько вот это пены. Вот здесь пена. Кайф. Я отдала. Он говорит, и все? Я говорю, да. Он говорит, ой, стоило тут открывать, открывать туда-сюда. Вот. И потом... Это с дочерью, нет? Нет, я уже не изучила. Вот с дочерью я пиво пила, помню. Все, один раз петку попила, все, больше не пила пиво. С сыном через 10 лет. Во двор ухожу. А, она когда работала, мне никто... Живот небольшой был. У меня был двухбортный костюм, пиджак. Я потом его перешила на пуговицы, на однобортный сделала. Юбка, сверху пиджак, кофта. И никто не видел. Я носила-то, рисачила. И меня никто не видел, не знал, что я беременная. Декрет ушла и ушла. Потом все дни отец спрашивают, ты что, говорит, в отпуске? Я говорю, да. Ну, декретный же отпуск. А до этого, когда еще работала, вот с сыном беременна хожу, сижу, там нужно, допустим, другой отдел, мужики приходят, динашка, там надо вот этот, там запрос отпечатать, или там нам со стороны пришла, как от бумага, блин, что писать, она умна. Давай, ты же умеешь эти бумажки штамповать. Я говорю, вон там киоск, комок. Ну, тогда комок называли. Я говорю, вон там комок. Я говорю, принеси мне, там много было ему печатать, там, не помню сейчас. Я говорю, принеси мне, знаешь, холодная шампанская. Вот знаете, вот на работе сижу, вот шампанская охота. Прямо такое холодное, чтобы бутылка запотевшая была. Он сбегал через дорогу к лачку Мэнбайба, посмотри, скиропал. Пошел, принес бутылку шампанского, потрогал, она теплая, такая сухая бутылка. Я говорю, ой, нет, не такую. Я хочу мокрую вот такую бутылку, которая вот спотевшая такая бутылка. Он говорит, ты что, беременная что ли? Я говорю, нет. Не стала говорить. Он пошел под водой, помыл бутылку, мокрой принеси, на. Я говорю, нет. Именно чтобы, когда вот бутылку с морозильника вытаскивают, потом в комнате тепло, и она такая вся в пузырьках, в капельках такая мокрая. Я говорю, вот такую хочу. Он говорит, точно мать-то беременная. Или, или, друзья, вот я сейчас не помню, или я тогда не знала, или, по-моему, только забеременела. По-моему, да. Да, да, да. Это небольшой срок, это я только забеременела. Там, у меня, по-моему, только в три месяца пошла, знакомая встретила меня. Я говорю, да, вот давление, вот, тошнит, постоянно долбит давление. Она проверила, говорит, мат твоему давлению уже три месяца. Во, вспомнила. Значит, только забеременела. Я говорю, нет, вытерла бутылку. Говорю, где в холодильник поставь. Он в холодильник поставил. Немножко поставила бутылку, потом принесли сухую бутылку. И она в таких капельках была. Он открыл бутылку шампанского. Я говорю, открывайте. Я говорю, открой. Он ее уже напечатал и все. Он открывает. Я прям с бутылки, не со стакана. С горла прям так глотнула где-то шампанское. Все. Он говорит, и все? Все. Он говорит, мать, ты точно беременная. У меня тоже жена беременна ходила, с приветом была. Вот. Ну, конфеты не ела. Я жрала шоколадные конфеты. Ну, залезь, залезь передо мной. Как не боится машину стукнуть. Прям попался, едем он прям аж вот так вот. Вот. Конфеты прямо плиткой шоколада. Мзду брала, мзду. Там приходят, ну, знают, что я вот эти в бумаге хорошо отписывалась. Приходят, знают, что я отпечатала вот это. Шоколадка. Они, пожалуй, знали уже. Шоколад вот на эсплее, вот с изюмом такой, который вот такой. Садишься, пока напечатаешь вот эту шоколадку. Не скушаешь вот грубо, но сжирала сыном. Сладко ела. Вот. И, короче, вернемся к нашей соседке. И во дворе сижу, дочь там гуляет, подышать села. Уже, по-моему, на большом сроке. И вот эта соседка выходит, разговариваем. Тогда еще хорошо с ней общались. Она говорит, привет, что положение? Я говорю, да. Она говорит, да УЗИ делала? Я говорю, нет, УЗИ не делала. Я знаю, что пацан будет. Она говорит, почему? И, кстати, отступлю от темы. С дочерью ходила. Я спала, просто стоя даже. В автомобиле захочешь, живот небольшой был. В автомобиле стоишь, держишься. И вот это я спала. Потом же, когда живот большой встал, видно было. Мне уступали место. Сяду, усну, проеду. В общем, ездила, поколесила. В кабинете еще в детском саду работала, еще до декретного, методистом. Зайду в кабинет, просто, знаете, просто глаза закрываются. Вот так сидишь, голова падает. Вот тупо ставила книги вот так вот на стол, до подбородка. И вот так сидела, потому что засыпаю, у меня голова дынь-дынь-дынь. Потом кабинет закрывала уже, потому что не могу. Просто сон нападал, сонный мор. А с сыном вообще не спала. До этого говорила же, я, когда милицию пришла, еще в детском саду, химия по пояс, у меня прическа, красная помада, огненно-красная помада красилась. Глаза черным покрасила, ну так вот я ходила. А тут с сыном забеременела, на красную помаду, даже у кого-то, видишь, красную кофту. Меня тошнило от этого цвета. Помаду, меня аж тошнило, перестал краситься. Вообще помады. В трамвай еду, тогда еще трамвай у нас ходили. Мне запах бензина. Вот бензином взял, где-то что-то, в автобусе где-то еду, от кого-то потом, или подмышками, или еще каким-то частным телом, где-то вот там, где-то впереди сидит человек. Я запах чувствую. У меня вообще воняние сильно развито. А тут вообще жесть. Я вообще никуда не могла выйти. И вот настолько запахи. Кто-то пройдет там, за квартал. Я это чувствую. Мне плохо. Выворачивает. И, короче, соседка говорит. И как ты ходишь? Я ей вот это все объясняю. Я говорю, она говорит, а с дочкой как ходила? Я говорю, вот так, вот так, вот так. Ой, я тоже. Вот такая она. Я говорю, с дочкой, допустим, копченая. Ой, я тоже. Я говорю, вот так, пиво. Такое хотелось. Опа. На желтый проскочил, извиняюсь. Она, ой, я тоже так с двумя дочками. А сейчас как? Я вот сейчас вот так вот говорю. Сладкое. Вот такое все. Вино. Она, ой, у меня то же самое. Я вот тоже сладкая. А творог есть? Я говорю, да, сейчас с сыном творогием. С дочкой нет. Ой, я тоже. Как выходим? Ну, вот одно и то же. Каждый раз одно и то же спрашивает. А потом говорит, а ты как спишь? Я говорю, да, потому что вообще не могу спать. С дочкой просто шла, могла идти и спать. Она говорит, я тоже с дочкой не так ходила. А сейчас, я говорю, сейчас вообще не сплю. И днем не сплю. И этот, муж с работы приходит. Я вот как ищейка. Ой, снимай, снимай. Майку, рубашку снимай. Он говорит, так я утром только майку надела. Снимай, снимай, снимай. Снимаю. Белизну добавляю в воду. Постираю, повешаю. Опять. Подхожу, так рубашку снимай. Брюки снимай. Там и диван, умойся. Трусы, все, носки. Постираю, повешаю. Он от меня бегал. Потому что даже если, допустим, раз в обед пришел, я опять с него. Снимай, снимай, снимай. Когда уже в декрете было. Снимай, я постираю. Он уже приходит. Зинаш, мне не надо ничего. Я сейчас приду, то кое-что заберу и уйду. Снимай, снимай, снимай. Дома чистота. Аж противно было. Вот, набывала все. Чтобы никакого запаха, чтобы нигде не крошки. Вот, до дурнины. Я в жизни вообще не такая. Ну, чистоту люблю. Но здесь было до фанатизма. Сейчас приеду. Вот. Я соседка говорит. Ой, я тоже такая. Ну, смотрю, она такой. Нас это самое схожее. Я говорю, да пацан будет. Она говорит, откуда знаешь? Я говорю, ну, я знаю. Я с дочерью, когда уже на большом сроке не хотели уйти делать. Я говорю, ну, зачем она узнать пол? Я говорю, да девочка будет. Она говорит, прям. Я говорю, девочка будет, дочерь делась. А с сынами, я говорю, ну, сын будет. Я не буду пока УЗИ делать. Тем более, 34 года сына родила. Как старородящий уже. Открыт, ну, ладно. Вот. И она говорит. Вот, я тоже как-то хожу. Я, наверное, на УЗИ тоже не пойду. Я говорю, ну, это твое право. Ну, она где-то плюс-минус равенница моя. Но у меня срок был больше. Потом я рожаю сына. И у нас наверху лет... Марти же родила. И потом, как потеплело где-то в мае. С мая я жила на улице с сыном. В прямом смысле. Потому что там наверху, где-то соседи новые заехали. И ремонт. Полностью до питона все заскребали. Все выносили. Все выбрасывали. Полностью все ремонт. Утро начинается. Все лето. Утро начинается до поздней ночи. Вот домой забежим, покушаем. Сына до груди кормила. До года кереди. А так сама, допустим, в магазин пошла. Бью, скупила. Булочек купила. На улице поела. На улице его кормлю. Он тут же на руках спит. Коляску выносила. В общем, жили на улице. И она еще беременна ходила. Подходит, говорит. Что, сын? Я говорю, да. Я говорю, тебе когда? Да, вот скоро. Ну, и говорит, потом какое-то время... Что-то ты мне фаришь сзади. Жигуленок едет, фарит мне. Вот. Потом, через какое-то время на улицу выхожу. Ну, какое-то время прошло. Смотрю, соседка с коляской. Там ходит во дворе. Не с этим, мы на лавочке сидели. А там, в конце двора. Я на улицу вышла, на лавочку села с сыном. Она издали ко мне увидела, развернулась, ушла. Потом, один раз я выхожу, она там ходит. Я говорю, калифа, привет. Она так на меня посмотрела. Ушла. Ну, думаю, может, не слышала. Потом пару раз еще такое было. Потом, когда я пошла в магазин в универсам, там ее старшая дочка. Старшая хорошая такая, та самая. Здоровая всегда такая. Я говорю, привет, она, ой, здрасте. Я говорю, что, мама родила? Она говорит, да. Я говорю, а вон, она говорит, сестеренку. Я говорю, ой, поздравляю. Назвали, она как-то сказала. Ай-жанна или Ай-гуль. Она постоянно, ну, у нее такой голос был. Она вот выходила, до сих пор, да, была дочкой, это самое, ей уже, сколько, моему сыну, 25. А ей где-то 24. Она выходит такая. Ай-ко! Ай-ко! Вот так вот. Ну, хрипл еще голос у нее. И что, она стеснялась всегда. И как-то раз выхожу, ну, злочерь поговорила с ее. И во дворе раз, смотрю, она сидит. Я оделась, тоже выхожу, она меня увидела, только уходите. Говорю, халифа. Она, да. Я говорю, привет. Ой, Бау-Берг, Бау-Берг, пустота, ну, с новорожденным. Она такая на меня. Я говорю, не поняла. Ты что, до меня дуешься, что ли? Она. Да. Вот говорят же, молодец, челюсть упала. У меня челюсть в плочах только упала. Я говорю, за что? Я вообще-то не конкретный человек другим. Я говорю, за что ты на меня обиделась? Она говорит, вот, я ходила так же, как ты, ела то же самое, что ты. Ты сына родила, а я родила дочку. Понял? Ну, вот у вас какая реакция будет? Я говорю, халифа, родная, претензии не ко мне, претензии к своему мужу. Она. Причем тут муж? Я говорю, ну, дорогая, если тебе уже на четвертой десятке нужно объяснять, при чем тут муж. В рождении детей. Она говорит, у нас одинаково было. Я говорю, халифа, ну ты пойми, говорю. Раньше, допустим, взрослые люди, старые люди, они по животу на женщин смотрят и сразу говорят, сын, дочка родится. А сейчас это не стопроцентно. Ну, обычно говорят, с сыном живот маленький, остренький, ну, небольшой живот сделать с пацанами. А девчонками, мол, здоровый, там живет большой, там, в общем, некрасивый становишься. Сейчас это не всегда подходит, говорю. Видно, да, пакет на машине вот? Вот. Я говорю, это я сейчас не показатель, говорю, что от живота, она говорит, у меня тоже животный, у тебя маленький был. Почему у меня дочка, у тебя сын? Ну, и после этого мы не стали, смотрите, под мостом как их висят. Видно, а нет? Медленно поеду. Как пещеры, да? Как они называются? Столокниты? Или как называются, забыла. Говорю же, бог, когда не знаешь, да еще и забудешь. Вот пещеры бывают, такие вот, висят сосульки, такие под этим. Вот сейчас потеплеет, оно кому-то там на машину чпокнется. Вот. До сих пор со мной не разговаривает. Вот этим уже по 26, по 25 лет. Ну, ради бога. Самое главное, со мной ее муж не здоровался после этого. Как будто его женат меня забеременела. Меня увидят вот даже сейчас. с таким лицом отвернется. Да, пошла ты. Муж сейчас здоровается. Не знаю, там дочка, Вера, вторая, по-моему, замуж, если младше, не знаю, уже здесь петля, тоже переехала сюда. Вот. Что-то сегодня транспорта мало, пятница. Скоро Рождество будет, да? С наступающим Рождеством, други. Кто Рождество справляет? Друзья, я бы уже была согласна на весну. Что-то уже припарилась я такой зимой с этими шлангами. А, кстати, про шланги. Меня там спрашивали, говорят, почему там, зачем шланги в такое время на огороде, она угадала. Я же им говорила, у нас водоснабжение не центральное, а у нас идет из скважины вода, от Дизианска вода. Сейчас будем прыгать. Нет? Виртуозно объект. О-о! Одну яму проехала, другую поймала. А церкви у нас идет скважина, поэтому, если, допустим, вот выключить, то там трубы под землей идут на небольшой глубине, железные. И там они могут замерзнуть, потому что я вообще без воды останусь. Поэтому маленькую струйку возле бани под сливу сделала. И одно, которое, я так думаю, что под домом трубы проводили, кто строил дом. Маленькую струйку туда вывожу. Воды много не уходит. Немножко. Чтобы не замерзали трубы. Поэтому как-то мне уже и зима, не зима. Я считаю, Новый год справил, все. Ну ладно, Рождество еще. Ну ладно, еще старый Новый год. И все, хватам бы. Сейчас. Бинь-бинь-бинь-бинь-бинь-бинь-бинь. Не, ну а ту полосу нужно. На ту, на ту, на ту, на ту, на крайнюю. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Кто молодец? Я молодец. Вот на газонах. Сейчас покажу. Травка зенелеет. Солнышко блестит. Ласточка с весною. Ксеник нам летит. Ксеник нам летит. Динь-динь-динь-динь-динь-динь. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Налево пойдем. Напротив Техас. Видно вам, да, вот это здание? Техас-бар. Там гостиница и фламинго нарисованы. Связь не улавливаю между гостиницей, Техасом и этим фламинго. Прямо у нас будет тостак. О, зеленый. Молодец, мужик сзади не пикнул. Бесит, когда стоишь и потом секунды какие-то и сзади уже пик делают. Я так сигналю, когда уже стоишь, стоишь, уже все проехали, так стоит, ну, не знаю, или что-то ищет, тогда вот это сигналишь. Видите, травка везде. Вороны гуляют. Голуби. Уже хочу весну. Весну хочу. Лето хочу, пахать хочу на огороде. Рака, как роковая женщина, то есть раком стоишь, попой кверху. Все, другие мои, сейчас мы вернем. Здесь, видите, нет, здесь нормально, никаких этих, а нет, есть, с осуленцией. Швы плохо заделали. Позвонила адвокату сегодня, с третьего раза гад взял телефон. Я говорю, че там родной? Он говорит, да, вот сижу, сижу, книги изучаю. Я говорю, в смысле книги изучаю? Он говорит, ну, надо грамотно, чтобы ты госпошлину меньше платила. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну, там, я говорю, слушай, он же тоже бывшемент. Я говорю, он говорит, чтобы материальных претензий не было. Я говорю, ты о чем говоришь? Ты, наверное, меня с кем-то путаешь? Я говорю, я никого не убила. Мне тоже, мне просто нужно написать заявление о моем родстве с братом, что мы являемся братом-сестрой, и что наши родители, это наши родители. Все. Ну да, там наследственное завещание. Я говорю, завещание это вообще из другой оперы. Завещание написано от меня. Завещание могу на тебя, на себя, на соседа, на любовника, хоть на кого отписать. А где я машину поставлю, други? Сейчас автобус сдрыснет. Вот какие слабо знаю я. Таю колы мэнэ. А мне встать-то негде. Ну поют там во дворе где-то встану. Ладно, други мои. Закруглюсь я, ладно? Пока. Ваш изинаш. Продолжение следует... Продолжение следует...